Мы скажем слава Господу! Еще один прекрасный день, еще одно собрание, еще одно общение у ног нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу нашему! Давайте вместе откроем Божье Слово. Евангелие Луки, 9 глава, 23 стих. Ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми кресло и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользует человеку, приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня, моих слов, того Сын Человеческий, и постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и Святых Ангелов». Я хотел бы поделиться этой мыслью сегодня у нас в церкви, я об этом уже говорил, вот. Но почему-то, знаете, Бог положил на сердце, я хотел бы сегодня немножко обратиться через, или этим словом каждому из нас. Очень интересное место, и особенно 23 стих. Божье Слово говорит, «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми кресло и следуй за Мною». У вас, наверное, английский перевод – это King James Version, да? King James, King James, New Version, New King James Version. Говорит так, «If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me». Кто не понимает английский на этом месте? Поднимите руки, пожалуйста. Кто не понимает английский? You do. So, I want to leave my message to young people mostly, but when I'm looking at this verse, at this message from Jesus Christ, he said he was speaking to all. То есть, Бог говорил ко всем. Слышите? Иногда мы на собрании находимся и думаем, ну, может быть, это для этого брата, это для этой сестры. В этом месте Христос говорит ко всем, наш синаидальный перевод говорит, что ко всем же сказал. Я хотел бы, чтобы мы услышали, друзья, это слово, чтобы мы услышали сердцем, что нам говорит Господь. И Бог говорит, ко всем же сказал. Обратите внимание, что Бог говорит мне сегодня. Как Он ко мне и через что Он обращается? Он говорит, если кто хочет идти за Мною. Братья и сестры, я понимаю, что многие из нас идут за Богом десятки лет. Кто-то 20, 30, 40, 50. У нас в церкви была сестра, которая больше 70 лет была в церкви после водного крещения. Братья и сестры, кто-то может сказать, это слово, может быть, меня сильно не касается. Но я хотел бы обратить внимание на то, что сказал Христос. «Если кто хочет идти за Мною». Английский перевод говорит «If anyone desires to come after me». Я хотел бы обратить внимание на слово «desires» – «молодежь». «Дети не хотели делать?» « ne首illas». «Да, Langса». «Где можно делать?» «Ц好吧» « hij�ngусь, блин». «Я Ascabeth ошибся, вы хотите узнать?» «За Eld senate с Богом theme». «yecontраюсь, если расскажите вас», «заCOM» «Зано conheprowadь вас». «Я companieseno от этих мерк-ヤбий». «Я ехать сюда. «Бы сердце dla вас». «Я bread czego у меня?」 «Я бизнес canentenо». or you are here only because your parents told you so. You came here because you want to have a meeting with God in Holy Spirit or you came here just to get your check mark that you were here on Sunday morning and now you can go home and you are free. Well, young people, I am leaving this message specially for you. So, Jesus said, his words, if anyone desires to come after me. What kind of desire you are having in your heart today? What are you thinking about? I want you to look into yourself and ask yourself, why I am here? Am I going to follow Jesus Christ? Am I going to go and follow his steps? Or, I am here only to soothe somebody else. Just kind of like, okay, I am here. I am talking about desire. And in our church, I set up this example. When we came to the United States, older people, probably mid-age, my age, and people who came here probably when you were adult, you will understand this. When we came here, we did not have money. We did not have jobs. We did not have many things. But those guys who like fishing, how long did it take them to buy fishing license, fishing rods, and all equipment for that? It did not take them long, right? About in a few weeks. They knew almost everything about fishing. They knew where, well, garage sales were the best sources to buy fishing rods, isn't it? And everything else. They figured out how to find money to buy fishing license. And they knew where and how to fish. Why? We all were poor. We did not know nothing when we came to the United States. So about in a few weeks we had everything. One simple secret. Desire. If I want to do something, it's so hard to stop me, isn't it? If you had desire to come to service today, this morning, who could stop you? You would go. You would find the reason and time to serve and praise God. Hallelujah. Я бы хотел, чтобы сегодня в каждом сердце было желание служить Богу. Я бы хотел, чтобы в каждом сердце сегодня было желание прославить Бога. Я бы хотел, чтобы сегодня в каждом сердце на этом месте было желание исполнить волю Божью. Слава Богу. Братья и сестры, это важно. Desire. It means so much in our life. Мы очень часто приглашаем людей и говорим, брат, сестра, приедь, пожалуйста, посети нашу церковь. И очень часто люди говорят, брат, у нас столько много желания, но никак нету возможности. Let me tell you a little secret today. If you have a desire. If you have a desire. I'm talking about the real one. You will find what? Always. Вы всегда найдете возможность. Если у вас есть желание. Если нету желания. If you have no desire, you will find about a hundred excuses why not to do something. And those excuses will be so reasonable. The other people who will listen to you will think like, this guy is so busy. He's so important everywhere else. But he's never in the church. Why? No desire. If I have desire, I will have possibilities and capabilities of doing things. Христос сказал, если кто хочет идти за мною, if one has desires to follow after me. Если у вас есть желание, молодежь, и если у вас есть желание, я хочу сказать сегодня, Божье Слово, Бог, Дух Святой призывает и говорит, иди, Аллилуйя. Он говорит, иди, не бойся, потому что если ты пойдешь, Бог говорит, и Иисус говорит авторитетом Божьего Слова, I will go with you. Бог говорит, я пойду с тобою. Не имеет значения, где это будет. Время наше уходит. Очень коротенько еще несколько мыслей. Первое, я уже сказал, если есть желание, кто хочет идти за мною. Второе, Божье Слово говорит, отвергни себя. Английский перевод говорит, let him deny himself. Little bit different meanings. Что я имею ввиду? Let him deny himself. Can we force our kids to go to church? When they are adult. When they are little ones, yes, we can. We will put them in car seats, we will close the door and actually lock from inside that they cannot open those doors. And we will drive them to church and they will be happy. No, I don't know. But we will be happy because we think that everything is so good. When they are 17, 18, 19, 20 plus, can we make them to go to church? No, if they don't want to, they will find excuse. Their excuse will be test tomorrow. Their excuse will be they have too much homework. Their excuse will be that our friends have some kind of event somewhere else. But not at the church. Let him deny himself. That's one of the major things when we're talking, когда мы говорим о том, что нужно отказаться от себя. That's actually one of the hardest things we can ever do in our life. Deny yourself. But nobody can do it for you. My brothers and sisters. But you. Let him deny himself. Позволь ему самому отказаться от себя. Есть такая пословица русская. Говорят, можно лошадь привезти к воде, но заставить ее напиться? Никогда. Кто когда-нибудь пробовал опустить голову лошади к воде? I did. I used to be a vet. I know what I'm talking about. Never. Чем больше вы будете наклонять голову лошади вниз, что она будет делать? Подскажите мне. Она будет становиться на задние ноги. Let him deny himself. Но если лошадь хочет пить, если вы хотите пить, вам не будет иметь большого значения, где эту воду взяли, кто эту воду вам дал. Вы что будете делать? Вы будете пить. Почему? Потому что есть желание, я возвращаюсь обратно. Desire. If it's in your heart, nobody will stop you. If there is no desire in your heart, follow Jesus Christ, nobody will force you. Let him deny himself. Только ты можешь сам отказаться от тебя. Родители могут тебе подсказать. Родители могут тебя немножко подтолкнуть. И как сегодня уже было сказано, в определенное время молодежь думает, я все знаю намного больше родителей. Они отстали, они уже старые, они мало понимают, да вообще и по-английски плохо говорят. Да мы это без вас знаем. Я от своего акцента никогда не избавлюсь. И грамматика у меня лучше уже не станет. Извините, я говорю про английский язык. Но желание дать я вам не могу, я вам показать могу и Иисуса Христа, и Его Святое Слово. Оно должно родиться в вашем сердце. Inside of you. И then your parents will be talking to you and say, hey son, where are you going today? And you're going to say, we have a youth meeting. I cannot miss that. We have a youth parade. I cannot miss that. We have to go. We have a meeting that we will be serving and praising God. And nobody will stop you. Why? Because you have your desire. And you and only you can say, God, it doesn't matter what's going on in my life. Two little examples speaking of this. You all know апостол Paul. And he said, по-русски для меня чуть легче библиотицировать. Говорит, то, что для меня было преимуществом, вы слышите? That something that was priority for him in his life. He said, ради Христа я почел щитой. И этот человек отказался от себя. And he had enough desire in his heart to go and follow Jesus. Слава Богу. Братья и сестры, я бы хотел, чтобы апостол Павел для нас послужил сегодня примером. He had enough desire in his heart and he had enough desire to deny himself and follow Jesus. Второй пример не такой утешительный the rich young man who came to Jesus and said, I want to follow you. Do you know what I'm talking about? Do you know that guy? You remember him? And Jesus said just a few words and said, well, all what you have you need to sell and give it to poor people and then come and follow me. And what happened? Друзья, даже желание не всегда достаточно. Even desire not always enough to follow Jesus. You need to deny yourself and that young man he wasn't able to do that. Jesus said just sell everything give it to poor people and follow me. And he walked away from Jesus very frustrated in his heart. Why? He was very rich. He had a lot of horses and cows and animals and he just wasn't ready to deny himself. He wasn't ready to deny everything what he had in order to follow Jesus. I want you to remember this. if anyone have desire кто хочет и если кто хочет идти за мною отвергнись себя и следующее последнее Христос говорит and follow me. Иди за мною. Братья и сестры кто-то может сказать брать Сережа мы уже давно идем за Богом о чем ты говоришь. Христос говорил ко всем. Это слово звучит сегодня для меня это слово звучит сегодня для вас и через это слово Бог обращается каждому сегодня на этом месте. Друзья дорогие если кто хочет идти за мною я хочу сегодня обратиться друзья мои только Христос есть путь истина и жизнь и тот кто за ним пойдет он никогда не заблудится слава Богу. Библия говорит даже если ты неопытный не заблудишься потому что Бог говорит я поведу тебя я буду с тобою и когда я поведу тебя и буду с тобою я приведу тебя на небо слава Богу. that's the promise that we've got from Jesus Christ and he's always right he's always right he never lied never if he told so he will do so. если он сказал он обязательно сделает он обязательно исполнит он говорит я есть путь и истина и жизнь иди за ним. Мой брат и сестра молодые среднего возраста пожилые если ты хочешь идти за Иисусом иди. Я хочу обратиться мы будем молиться я хочу обратиться каждому кто на этом месте. если вы никогда не обещали но сегодня Слава Божьей вас коснулось и в вашем сердце есть решение вы хотите идти за Иисусом вы можете сегодня это решение сделать и идти за ним и он доведет до небес слава Богу. Каждое сердце тот кто долго идет молодежь не имеет значения какого возраста может быть вы говорите сами себе я уже много раз это обещание давал но мне очень трудно я хочу сказать что если мы пойдем с Иисусом мы дойдем слава Богу. И Бог сегодня говорит Духом Святым на этом месте через Божье Слово Он говорит сын мой и дочь моя иди follow me follow me follow me and I'm gonna help you Бог говорит Иисус говорит I'm gonna help you to get to heaven аллилуйя Он поможет каждому потому что Он говорит приходящего ко мне не изгоню вон Он говорит кто хочет прийти ко мне я буду с тобою во все дни до скончания жизни слава Богу это обещание Божье братья и сестры и Он бодруствует над словом Своим и Он исполняет свое слово слава Ему за это сегодня было зачитано он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость молодые люди падают юноши изнемогают а надеющиеся на Господа поднимет крылья как орлы пойдут не устанут потекут и не утомятся слава Богу обещание Божьего слова сегодня звучит на этом месте мой брат и сестра если хочешь идти за Мною Иисус говорит иди даже если ты спотыкался я дам тебе силы положи надежду упования на Господа Он говорит я проведу пойдешь через воды не потопят пойдешь через огонь не попалит аллилуйя Бог верен своему слову своим обетованием человек падает человек спотыкается мы помолимся друзья мои у нас сегодня есть возможность сказать Иисус я хочу идти за тобою Иисус я много раз обещал но я не мог на этом месте я живой Бог Духом Святым аллилуйя Он поможет Он поддержит Он укрепит и Он доведет доверься Ему поверь Ему мой брат сестра молодой человек поверь Ему сегодня он даст себе силы он даст себе способности дойти и да поможет нам всех Бог всем Бог а мы склоним колени помолимся Ему и поблагодарим Его все и даст себе и даст себе Продолжение следует...